В ДЦ смена стартовал всероссийский форум «Карта добра». Мальчишки и девчонки со всего Краснодарского края в течение двух недель будут заниматься разработкой собственных проектов, учиться ораторскому искусству, оттачивать навыки самопрезентации, командного взаимодействия и управления временем. Лучшее обучение – это практика. С первого дня смены ребята приступили к разработке групповых проектов. Придумать и воплотить на бумаге фантастическое здание, которое должно отвечать самым современным требованиям, выглядеть броско и оригинально, и служить какой-либо большой цели. Так всего за полчаса появились чертежи медицинских центров, лабораторий и социальных служб. На первый взгляд, все это кажется детскими фантазиями, но сам процесс уже является частью обучения. «Проектировать, планировать. Они учатся правильно распределять свое время, то есть использовать те ресурсы, которые, в принципе, даны природой и даны их жизнью. И здесь они начинают учиться тому, как правильно презентовать проект. Вы сейчас видели, на самом деле, те идеи, которые заложили ребята, они сейчас должны будут реализовать в жизни. Потому что иногда, не всегда то, что мы запланировали, по факту будет потом получаться. Поэтому это нужно, на самом деле, соотносить и понимать. Соответственно, очень важна эта история последующего разбора. Что не получилось, почему не смогли, почему заняли там первое, второе, третье, четвертое место, чтобы потом ребята, ну, переведя эту всю историю в жизнь, смогли правильно выводить, ну, делать правильные выводы для того, чтобы корректировать свои жизненные цели». По итогам первого этапа выявились победители и призеры. Каждая команда получила ресурсы для реализации своих проектов, чтобы превратить чертеж в модель. Кропачева Анастасия из Анапы рассказала, как строился процесс разработки в ее команде. «Мы распределили роли. Кто-то у нас оформлял сам проект, кто-то разрабатывал строительство самого макета, кто-то отвечал за написание текста, кто-то за презентацию». В смене ребятам предстоит многому научиться. Программа рассчитана на развитие так называемых «мягких навыков», личностных характеристик, которые помогут в дальнейшем развиваться в любой сфере самостоятельно. Анастасия поделилась своими ожиданиями от программы и рассказала, что помогут развивать занятия. «Прокачиваются, безусловно, мягкие навыки, soft skills, такие как командное образование, лидерские качества, коммуникабельность, стрессоустойчивость, правильное распределение обязанностей. Мне бы, наверное, больше хотелось прокачать какие-то лидерские качества. Я часто вижу себя на этой позиции. Мне интересно занимать высокие позиции в команде, поэтому для меня это очень важно». Начиная с таких небольших кейсов, мальчишки и девчонки перейдут к более серьезным тренингам и курсам, постепенно открывая в себе новые таланты и расширяя границы, чтобы в будущем ставить амбициозные цели и уверенно их достигать. Продолжение следует...